здравствуйте здравствуйте ребята ну расскажите наверное вашу историю начиная историю знакомства и мы уже с вами проговорили о том что вы не местная полевчанка вы приехали к нам из солнечного краснодара вообще как судьба так сложилось что южный город и сегодня вы живете в промышленном полицком но мы с супругом знаком знакомы давно вот он со своими родителями приезжал на море на море отдыхать вот и я работала в одном из гостиничных комплексов вот так мы познакомились вот потом с периодичностью они не один год приезжали просто общались и получается в 2013 году мы просто стали общаться и вот так получилось я где-то в конце июля уже к нему переехала сюда в город полевской вот ну и потом у нас конечно родился сын семён вот приехав полевской наверняка встал вопрос о трудоустройстве ну приехали на постоянное место жительства к любимому человеку к мужу какой выбор был знаете просмотрев какие здесь какое здесь место работы я приняла решение для себя попробовать свои силы на северском трубном заводе вот работа в энергетическом цехе как и мой супруг я сейчас устроилась я распределителем работ на данный момент подменяю секретаря делопроизводителя энергетическом цехе супруга у меня работает электромонтером 5 разряда сейчас подменяя диспетчера анастасия я понимаю что вы вот так вот легко достаточно влились в династию металлургов железнодорожников ведь у вашего супруга практически все его родственники работают на градообразующем предприятии бабушка дедушка папа ваш свекор и его брата не все железнодорожники все верно то есть выбора то особенно не было вот когда может какой-то семейный совет сразу наверное вам сказали насть может попробуешь на северский трубный или как был но все-таки знаете я за стабильность все-таки северский трубный завод является стабильным промышленным предприятием металлургическим поэтому я очень активно очень легко обучаемая поэтому все таки почему бы не попробовать свои силы тем более тем более так так почетно попробовать северский трубный завод сегодня это не просто стабильность до в завтрашнем дне это еще и забота о своих работниках опять же на примере краснодара большого как нам кажется развивающегося города город полевской он удобен для жизни управление северского трубного завода как она заботится вообще у жизни работников за пределами за что называется в жизни в городе знаете очень много у нас мы пользуемся разными услугами которые северский трубный завод дает нам возможности оздоравливаться всей семьей допустим у меня муж с сыном ходят бассейн регулярно потом от завода мы оздоравливаемся в архизе ездили в сочи отдыхать то есть лечение проходили различные допустим новогодние какие-то вызов деда мороза у нас организовывался в цехе до за счет завода плюс еще подарки потому что все равно детям приятно что вот есть всякие и причем не подарки не простые как конфеты да какие-то полезные вот любая семья это обязательно традиция это какая-то история вот придя в семью ботвиных что вам рассказали о чем поведали и чем вы сегодня гордитесь и почему с гордостью произносите свою фамилию но хотела сказать что горжусь все-таки нашей бабушкой в этом году у нас подвина любовь георгиевна в этом году и 85 она у нас глава нашей династии вот знаете она очень у нас такая активная и вот всегда есть на каноне можно на нее положиться и она очень задает тон всей семье можно так сказать ну плюс еще конечно у нас и свекровь моя елена владимировна и то есть тоже очень во всех мероприятиях участвует но и хотелось бы и ну поддержать семью тоже своим стараюсь на работе чтобы было как-то не ударит грязь лицом как северский трубный завод принимает молодых специалистов если возможность какого-то карьерного роста если возможность попробовать себя в другой профессии если возможность раскрыться тебе как профессионалу ну то есть вот пришли и устроились да на одну специально сегодня вы работаете несколько в другой сфере но мы знаем и готовите доклад на мнпк это значит наверняка впереди у вас в личных планах планах семьи продвижение и карьерный рост ну карьерном росте знаете все все по труду потому что как если ты есть желание если у тебя есть стремление завод это все равно видит ценит по моей работе могу сказать так что я всегда выкладываюсь на сто процентов что если я чего-то где-то что-то не могу допустим грамотно или корректно что-то сделать я всегда у меня есть возможность где-то подучиться у кого-то спросить то есть у нас очень большой круг знающих людей которые могут подсказать и обучить допустим центр профессиональной переподготовки да то можно переобучиться или приобрести новую какую-то профессию до в этом году вот я хотел первый раз поучаствовать на мнпк попробовать свои силы конечно вот алексей вы тоже ведь собираетесь участвовать молодежной научно-практической конференции с какой темы вы заявились как таковой тема еще пока у нас нету разработки находим но в разработке да но есть наработки планы как это будет все как сказать ну то что будет представлено на конференции но сама и сама тема еще в процессе разработки когда перед вами стоял выбор куда пойти работать и кем стать с каким предприятием связать свою жизнь у вас был выбор извините за тавтологию или же что все было предрешено в вашей семье и по примеру взрослых вы решили продолжить свою трудовую династию да нет я отучился закончил полевской лицей имени назарова закончил ну не с отличием но хорошо дали повышенный мне разряд и в принципе на в своем цехе я проходил практику и меня с удовольствием пригласили туда на работу и по окончанию лицея то есть я пришел и устроился на работу в цех северский трубный завод сегодня для вас это что за предприятие это там где работали отец и дед бабушка или же это вот любимое место работы куда ноги сами что называется ведут каждое утро ну я думаю это и то и то и любимое место работы и также и продолжение какой-то династии продолжение дела общего семейного сегодня вы живете мы знаем в квартире которую вы приобрели за счет заемных средств но есть планах расширения сельский трубный завод трубная металлургическая компания сегодня особое внимание уделяется именно комфорту проживания своих работников да у нас в городе строится жилье есть планы ну или хотя бы мечта жить там в микрорайоне березовая роща но так как у нас еще и мы выплачиваем ипотеку пока у нас планов плюс у нас еще ребенок собирается в школу пока планы мы не строим конечно ну мечтать никогда да конечно свое конечно один отдельный дом конечно хочется удобный удобный вообще город то для проживания опять же вот большой краснодар да вот был все есть наверняка есть и фитнес-центр и какая-то досуговая жизнь но а полевской он удобен да удобен вот мы живем в таком районе где буквально 7 минут и мы уже возле бассейна да в центре города да еще минут 15 мы возле дома культуры то есть у нас все магазины все все даже налогово все все в шаговой доступен доступности то есть школы у нас тоже очень рядом все то есть очень удобен и садиков очень много что вот немаловажно магазины магазины да конечно до завода тоже недалеко сына вас сегодня посещает спортивную секцию вы плаваете да как думаете дальше развивать способности сына или же это просто для физического развития знаете мы большим смотрим по его желанию настрою потому что вот сегодня он плавает а неделю назад вот ему появился интерес к иностранным языкам ходим еще и на английский вот то есть смотрим все как 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 он конечно бы хотелось с его спортивными достижениями продолжать конечно же чем нам и помогает завод тем что там все условия созданы для этого сегодня северский трубный завод переживает такой процесс модернизации да мы строим новый завод современное производство ваше личное отношение к этому насколько это приятно пусть модернизация и строительство идет в основных цехах да вы работаете в энерго цехи но все равно осознавать что несмотря на двухсот восьмидесятилетнюю историю завод остается самым современным заводом в группе трубно-металлургической компании насколько наверное это важно да что ты работаешь не на старом где там заводе да а вот как раз таки на современном металлургическом комплексе знаете вот в 2020 году когда был период у нас вывели всех на дистанционную работу дал нам возможность пересмотреть пересмотреть наш нашу работу именно как мы работаем ну допустим у нас есть программы в которых мы работали у нас было очень много бумажной работы именно с документами но вот этот год нам дал возможность типа именно все оптимизировать все через компьютер у нас каждую неделю допустим были собрания по охране труда да сейчас сейчас с учетом цифровизации оптимизации у нас все совещания проходят через программу teams у нас я допустим прихожу раз в неделю по утрам запланирую всем совещание и все уже подключаются удаленно то есть идет потихонечку процесс цифровизации и есть документы которые допустим несколько надо собирать подписи да мы отправляем и ждем сейчас все это ждет через интернет все через программу то есть все удаленно все это подписывается стало очень удобно работать то есть модернизация развития даже в этой области конечно конечно это легче удобнее и быстрее сколько лет вы уже сегодня живете в городе плевском ой сколько получается семь да восемь восемь за это время город можно назвать любимым или же краснодар все-таки в сердце навсегда конечно сердце навсегда конечно все равно но но нравится мне город поэтому здесь мы свои труды вкладываем здесь есть определенный уровень жизни уклад этой жизни он был возможен там на юге вот как вы уже сказали стабильность 12 число 25 число то есть есть вот такая да так или иначе финансы в нашей жизни играют немаловажную роль но краснодарский край все-таки это не промышленный регион да это все-таки торговый да и нет промышленности и но по крайней мере по мне не было стабильности завод конечно это стабильно стабильное предприятие в котором ты можешь рассчитывать на на какие-то определенные что ты знаешь какого-то числа будет зарплата да мы поэтому позволили себе взять ипотеку на вторичном на вторичном рынке вот то есть мы можем спокойно планировать свою жизнь на завтра то есть нет такого что ты пришел за зарплатой которую положено выдать а тебе скажут ну не заработали то есть на заводе конечно такого тут нет алексей ну вы что можете сказать первое впечатление северском трудном заводе когда вы еще туда пришли студентом многопрофильного техникума как он сегодня называется да вчера это было лицей поразил масштаб удивил да было очень интересно все было необычно масштабы большие большая у нас в цехе котельная котлы то есть это все было неизведано непонятно все поначалу было вот но в процессе своей трудовой деятельности обо всем обучился все понял вот ну и если сравнивать что было в там на момент трудоустройства в 2010 году и сейчас это конечно в принципе два разных уже цеха очень много поменялось стараемся идти в ногу со временем обновляется оборудование работы становится легче и интереснее и комфортнее то есть становится только лучше никогда не было желания стать машинистом тепловоза да наверное нет почему-то у меня такого желания не было прям я не горел железной дорогой связал свою жизнь с электричеством по большей части а